Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать вам, как я реализовала свою задумку, а вернее вдохновилась показом модного дома Версачи, и мне захотелось повторить костюм. Этот образ у меня уже давно лежит в сохраненных, и вот я нашла подходящую ткань и решила воплотить свою задумку, а вернее задумку Версачи, и посмотреть, что у меня получится. Друзья, всем привет! Она достаточно плотная, плотнее, чем привычный нам штапель. Эта вискоза имеет диагональное плетение, то есть если приглядеться, вы можете увидеть вот такие диагональные линии. Эту вискозу я купила на сайте интернет-магазина ткани Рива. Этот принт очень похож на принты модного дома Версачи, и мне захотелось сшить костюм, вдохновленный их модными показами. Ткань очень приятная к телу, в ней будет 100% комфортно в жару, ну и вообще для любого сезона она подойдет. На ней не так сильно остаются сминания, но даже если появляются заломы, то они легко расправляются. Плюс здесь еще принт, то есть это не однотонное полотно, поэтому сминания вообще незаметны. Для летних костюмов идеальный вариант. Из такой ткани можно шить рубашки, платья, блузы, костюмчики, сарафаны, в общем все, что вам захочется. Можно шить брючные костюмы, можно даже шить пиджак, жакет, но в данном случае нужно будет его хорошенько продублировать дополнительной тканью, плюс закрыть подкладкой. Я не буду сильно останавливаться на процессе пошива в мелких деталях, потому что очень много раз я уже показывала подробный процесс пошива костюмов с нуля на канале. Можно найти огромное количество роликов, пожалуйста, вернитесь к предыдущим, посмотрите, если что-то непонятно. Я хочу показать самые интересные узлы, которые раньше еще не показывала. И пару слов о выкройках, которые я использовала и каким образом я их видоизменила. У меня здесь выкройка брюк, классических брюк. Эту выкройку я построила самостоятельно, по своим меркам. Полный алгоритм создания выкройки по своим индивидуальным меркам я показываю на курсе «Женская одежда». Поэтому, если для вас тоже это актуально, если вам нужны брюки, которые будут иметь отличную посадку на вашей фигуре, то, конечно, лучше всего строить. На курсе там подробная видеоинструкция показана. Как я видоизменила лекала? Я, во-первых, проигнорировала выточки. У меня здесь цельный срез без выточек. То есть никакой талиевой выточки нет. Далее я сделала расширение к низу. Вернее, я просто провела прямые линии. Здесь у меня надстройка примерно по 7-8 см с каждой стороны. И, фактически, я соединила ее, эту надбавку, с верхней частью брюк. То же самое повторила с передней половинкой. То есть выкройки классических брюк с выточками вы можете использовать и для пошива более расслабленных, даже спортивных брюк из трикотажа. Не обязательно шить классические брюки из костюмной ткани со стрелками. Также я скроила полочку и спинку. Для раскроя верхней части костюма я использовала самые простые выкройки плечевого изделия, то есть верхней части. Они без выточек. Ни по груди, ни по спинке, ни по плечам. Это выкройка плоского прямого кроя. Я ее тоже построила по своим меркам. Строится она очень быстро. Весь процесс также показан в курсе женской одежды. Оставляю небольшие припуски, примерно по полтора сантиметра. Здесь я ее немножко удлинила. Сделала примерно на уровне середины бедер. Хочу немножко остановиться на детали полочки, то есть передней части костюма. Это выкройка полочки плоского кроя. Я ее немножко видоизменила. Отогнула вот этот уголок по горловине. И так плавно привела ее примерно к уровню груди. Также сделала небольшую надстройку, примерно 3 сантиметра. То есть вышла за линию середины и сформировала таким образом такой припуск на запах. Для того, чтобы у меня одна сторона накладывалась на другую. Прочертила плавную линию. Здесь можно в целом провести эту линию на глаз. Для того, чтобы обработать красиво и аккуратно вот этот срез, посередине, спереди, срез борта он называется, я скроила обтачку. И эта деталь фактически фрагмент детали полочки. То есть если я вот сейчас наложу ее поверх, вы сразу же увидите, что это часть полочки. За исключением вот этой области. Ширина этой обтачки, ее называют деталью подборта, примерно 10-12 сантиметров. По плечевому срезу можно оставить около 7-8 сантиметров. Благодаря такой детали подборту мы сможем аккуратно обработать вот эти края. Плюс жакет, накидка не будет вытягиваться вот по этим косым срезам. Здесь срезы сильно вытягиваются на данный момент. Кстати, для детали спинки нам тоже потребуется скроить подобную обтачку. Эту деталь мы также краим в сгиб посередине, то есть без лишних срезов и швов. И она также является частью спинки. То есть, если я вот так ее приложу, то вы можете увидеть, что срезы совпадают. Здесь также примерно 7-8 сантиметров в ширину по всей длине. Также я скроила рукава и сделала их немного шире к низу. В общем, решила, что все детали у меня будут прямыми. Я начну сборку с деталей спинки и полочки. Мне на самом деле хочется в этом видео показать вам обтачку, обработку обтачки. Красивым, аккуратным, эстетичным способом, люксовым способом. Поэтому я сейчас обработаю плечевые срезы для того, чтобы могла показать вам присоединение обтачки к срезу горловины. Кстати, можно соединить детали лицевыми сторонами друг к другу, прострочить, обметать. А можно сделать еще красивее, еще аккуратнее, если обработать срезы французским двойным швом. Для этого нам необходимо соединить детали между собой не лицевыми сторонами, а изнаночными сторонами вместе. Далее прокладываем строчку примерно на 7 миллиметров. Вот эти маленькие детали, детали обтачек, подборта, которые мы скроили для аккуратной обработки срезов горловины, срезов спереди линии борта. Они несут функцию не только красивого оформления края изделия, но и стабилизации срезов, чтобы срезы не вытягивались, не теряли свою форму. Поэтому мы их дополнительно должны продублировать, то есть приклеить к ним дублирующий клеевой материал. Но поскольку это тонкая вискоза, нам необходимо использовать соответствующий, достаточно тонкий дублерин. У меня есть несколько видов дублеринов. Давайте я вам их покажу для наглядности. Вот этот дублерин плотностью 30 грамм на метр квадратный. Полупрозрачный, очень легкий, как вуаль, прямо летит. И, скорее всего, для такого материала я буду использовать именно дублерин такой плотности 30 грамм на метр квадратный. Вот такой дублерин плотностью чуть повыше 40 грамм на метр квадратный. И он уже более формодержащий, чуть более плотный, несмотря на то, что он такой же просвечивающий. А вот дублерин плотностью 70 грамм на метр квадратный. Как видите, он просвечивает уже намного меньше. И он еще больше держит свою форму, он еще плотнее. И такой вид дублерина плотностью 70 грамм на метр квадратный идеально подходит для жакетов. Этот дублерин 30 грамм на метр квадратный. Здесь 40 и 70. Первый подходит идеально для блуз, для тонких деликатных тканей, для платьев. Второй вид дублерина подходит также для платьев, для рубашек, для брюк, для тонких жакетов. И вот третий 70 грамм на метр квадратный идеально подходит уже для верхней одежды, для жакетов, пиджаков. Вы можете подумать, как разбираться в этих видах дублеринов. На самом деле все гораздо проще. Я вот, к примеру, заказываю всегда дублерин у Евгения на сайте Дублерин.Инфо. Это студия дублерина, в котором представлены различные виды клеевых материалов, именно клеевых дублирующих материалов. И что самое классное, когда вы заказываете дублерин, во-первых, там написано, для каких изделий он подходит. Плюс еще вам приходит дублерин вот в таком пакетике, и у него есть инструкция. Название дублерина, его плотность, для каких изделий он подходит, какую температуру необходимо выставлять, сколько секунд держать. Потому что это такие вопросы, которые всегда вызывают сомнения, непонимание. А вот здесь все расписано. Еще на сайте Дублерин.Инфо есть вот такая классная методичка. Я часто ею пользуюсь. Когда выбираю дублерин для какого-либо изделия, во-первых, здесь есть вот такие подробные инструкции с рекомендациями для различных изделий. И во-вторых, есть образцы всех-всех видов дублеринов. Тут идет полная техническая инструкция, все рекомендации по работе, рекомендации по подбору конкретного дублерина для определенных изделий. Ну и, конечно, самое классное, вы можете пощупать эти клеевые материалы, понять, какие у них свойства, какая плотность прямо на ощупь и сделать выбор. Эту методичку с образцами я также заказывала на сайте Дублерин.Инфо. Стоит она очень-очень доступно. Поэтому, если есть в наличии, пожалуйста, приобретайте. Эта мини-книжка станет для вас настоящим руководством при выборе дублеринов. И вы никогда не ошибетесь. На сайте Дублерин.Инфо можно найти абсолютно любого вида клеевые материалы плюс разных цветов. Выгодно можно приобретать целые наборы дублеринов. Например, вам нужно сшить жакет. И вы можете полный комплект дублеринов для жакета приобрести по более выгодной стоимости. Плюс есть еще различные клеевые полоски, косые нити прошивные, долевые. В общем, все, что нужно для пошива качественного изделия, там можно найти. Причем, качество этих дублеринов, клеевых материалов высокое, люксовое. Евгения заказывает дублерины только у проверенных производителей. С уверенностью могу рекомендовать этот магазин, потому что сама всегда там, покупая дублерин, он всегда качественный, проверенный. Причем стоимость очень приятная и зачастую даже ниже, чем в магазинах города. Итак, я буду использовать дублерин плотностью 30 грамм на метр квадратный, идеальный для блуз, для платьев из тонких тканей. Кстати, такой тонкий дублерин я использовала даже при пошиве твидового жакета в стиле Шанель на курсе. Когда мне хочется сохранить тонкость полотна, твидового полотна, не делать его более плотным, толстым, тогда я использую даже вот такие легкие, практически шифоновые дублерины. Так, я накладываю деталь под борта, обтачки на два слоя дублерина и вырезаю. Сейчас нам необходимо соединить детали обтачек, детали под борта, отдельно детали дублерина и отдельно основные. Возьмем обтачку спинки, наложим лицевой стороной к ней обтачку полочки, соединим плечевыми срезами, со второй стороны и проложим строчку. Точно так же мы соединяем детали из клеевого материала, из дублерина, и нам необходимо не ошибиться с лицевой стороной, совместить детали друг с другом не шершавыми сторонами. То есть та сторона, которая имеет негладкую шершавую поверхность, на ней, на этой стороне нанесены капельки клея. Эту сторону будем называть изнаночной, так вот нам необходимо совместить детали из дублерина лицевыми, гладкими, не шершавыми сторонами. Вот так. И прокладываем строчку так же на машинке. Прострачили плечевые срезы, и теперь мы поутюжим хорошенько эти срезы в одну из сторон. Отогнем на изнаночную сторону и поутюжим еще раз, чтобы шов оказался прямо на сгибе. Кстати, с этой тканью очень комфортно работать, несмотря на то, что это вискоза. Зачастую вискоза бывает очень играющий, нестабильный, подвижный. И обычно я не советую новичкам сразу же браться за вискозу, но вот с этим материалом очень комфортно работать. Он в меру стабильный, податливый, послушный. Поэтому, если вы только начинаете шить, можно смело брать такой материал. Итак, мы заутюжили шов, и теперь нам необходимо будет проложить вторую строчку с отступом примерно так же 7 миллиметров, но желательно, чтобы никакие срезы и нитки не вышли на лицевую сторону. Стоит немножко подрезать срезы, оставив примерно 3 миллиметра. Можно сделать это и то утюжки, можно после, принципиальной разницы нет. Поутюжим швы на деталях обтачки. Срезы можно разутюжить, направить в разные стороны. С одной стороны, с другой. И помните, я говорила вам о том, что вот эти срезы спереди, поскольку они косые, они очень легко вытягиваются. Поэтому нам желательно их дополнительно продублировать, то есть проклеить клеевой полоской. Я для этого буду использовать косую клеевую полоску. Она нити прошивная, то есть здесь есть строчка посередине, и эта строчка как раз не дает вытягиваться полоске, ну и в целом срезам, которые вы дублируете. Эту строчку на полоске необходимо расположить именно на том уровне, на котором вы будете прокладывать шов. В целом можно продублировать только вот этот косой участок по полочке, по передней части изделия, и обязательно срез горловины по спинке. А вот этот прямой срез не обязательно, поскольку мы его дополнительно еще продублируем обычным дублерином, плюс он скроен по вертикали, по нити основы, поэтому вытягиваться не будет, так как может вытянуться вот этот косой срез. Если у вас материал очень рыхлый, очень подвижный, то лучше всего вот этот участок, эту деталь проверить, не вытянулась ли она. Приложите свои лекалы, выкройки и проверьте длину. Так, я укладываю полоску, не натягивая, и приклеиваю. Далее подправляю обтачку по спинке и огибаю срезы. Благодаря тому, что эта клеевая полоска скроена по косой, то есть по диагонали, вы можете как раз и сгибать ее. А вот, к примеру, с помощью такой долевой клеевой полоски вы не сможете продублировать такие косые округлые срезы, потому что она просто не выкладывается по контуру. Теперь самое интересное. Разложите деталь обтачки лицевой стороной наверх. Можем начать со стороны спинки. И лицевой стороной приложите дублерин, то есть лицевая, не шершавая, гладкая сторона. Нам необходимо совместить плечевые швы с одной стороны и с другой. Далее аккуратно подправляем, совмещаем внешние срезы, скрепляем булавкой. И продолжаем точно так же. И продолжаем соединять также по вот этим крайним срезам. Теперь нам необходимо проложить строчку примерно на 5-7 миллиметров по этому краю. Желательно, особенно если вы делаете это в первый раз, сначала прометать, то есть прошить вручную, а затем уже повторить эту строчку на машинке. Теперь срез, который мы только что прострочили, нам необходимо либо подрезать, оставив 3 миллиметра, либо еще лучше подрезать зигзагообразными ножницами. Потому что здесь есть такие округлые участки, которые нам необходимо будет вывернуть на обратную сторону, а вот округлые вовнутрь участки, то есть вогнутые, они не дадут свободы выворачивания. Сейчас покажу, о чем я говорю. Здесь пока прямой срез, а вот в приближении к плечевому срезу, к плечевому шву, срез начинает округляться. И вот эту часть будет сложновато вывернуть, она немножко стягивает. А вот здесь наоборот выгнутый во внешнюю сторону срез. И если мы вывернем эту часть, а мы будем выворачивать вот таким образом, здесь образуются складки излишней толщины, поэтому нам здесь тоже излишки необходимо подрезать. Зигзагообразные ножницы справляются с этой задачей идеально. Они немножко филируют срез, сокращают его толщину, то есть переход получается более плавным от срезов, плюс еще и позволяет аккуратно вывернуть срезы. Теперь нам необходимо проложить еще одну строчку, направить при этом все срезы в сторону дублерина и проложить с лицевой стороны дублерина с отступом 1 мм от края, от шва притачивания, от шва соединения строчку. Таким образом мы скрепляем дублерин со срезами. Эта строчка позволит нам еще аккуратно отогнуть дублерин на обратную изнаночную сторону. Отстрочили и теперь самое интересное. Отгибаем дублерин и делаем небольшой перекант на 1 мм основной ткани в сторону дублерина. И нам сейчас необходимо будет очень аккуратно поутюжить. Таким образом мы приклеим дублерин к изнаночной стороне ткани. Начинать стоит со сгиба. И вообще, если чувствуете себя немножко неуверенно, можете прометать этот участок ручными стежками, а после этого уже приклеивать. Итак, я начинаю со стороны шва. Вот так немножко прохожусь, не задерживаю утюг. Дублерин немножко схватился, подправляю следующий фрагмент. Видите, всегда формирую миллиметровый перекант. И снова прохожусь прямо по сгибу. Готово. Теперь можем проклеить оставшуюся часть. Расправляем дублерин. Никаких складок и волн. И держим несколько секунд. Вообще в любых изделиях важно использовать качественный дублерин, потому что зачастую не очень хорошего качества клеевые материалы быстро отклеиваются, буквально спустя пару стирок. А если дублерин внутри изделия отклеивается, то из-за этого распарывать, пересобирать изделие совсем не хочется. Поэтому лучше всего сразу же выбирать качественные материалы. Мы проклеили один участок. Вот так аккуратно все выглядит. А вот этот необработанный срез мы пристрочим к срезу борта полочки и спинки. И продолжаем так по всему контуру. Срежем излишки, которые выходят за пределы срезов обтачки. Лишний дублерин, нитки. Теперь можем присоединить обтачку, деталь подборта, к полочке и спинке. Соединяем их лицевыми сторонами вместе. У нас есть несколько контрольных точек. Во-первых, это плечевые швы. Собмещаем плечевой шов по обтачке и плечевой шов по изделию. И далее в промежутках. Раскладываем на столе деталь полочки. Поверх накладываем деталь под борта. Собмещаем срезы низа уголок и в промежутках. Раскладываем на столе деталь полочки. Также срезы можно подрезать для того, чтобы они не осыпались, потому что мы их больше никак обрабатывать не будем. Вообще, зигзагообразные ножницы такой универсальный инструмент. Он нужен всегда, особенно если вы шьете изделия высокого качества. Стоимость таких ножниц небольшая. У меня, к примеру, ножницы бренда Hobby & Pro. Я заказывала их в интернет-магазине искусницы. И они служат мне уже очень долго. Идеально режут, как в первый день, до самого кончика лезвия. Далее нам стоит заутюжить срезы в сторону обтачки. Далее. Так, мы отогнули срезы в сторону обтачки под борта. Приутюжили. И теперь нам необходимо будет еще и закрепить эти срезы дополнительной строчкой. Эту строчку мы прокладываем со стороны обтачки примерно на 1-2 мм от шва. Продолжение следует... И заключительный раз по утюжам нам необходимо отогнуть деталь под борта, деталь обтачки, сформировать небольшой перекант миллиметровый, то есть перетянуть 1 мм основной ткани наизнанку, в сторону под борта и приутюжить. Вот такой результат у нас получается. Аккуратный обработанный срез, линия борта, горловины. Этот срез не вытягивается, не растягивается, потому что мы его стабилизировали. Ну а внутренняя сторона изделия выглядит так же аккуратно и эстетично. Если вы хотите носить качественную одежду класса люкс, то я приглашаю вас на бесплатную лекцию о жакетах Шанель. Жакет Шанель – это универсальное изделие, которое актуально в любое время года, и он не теряет своей актуальности уже практически сотню лет. Как говорил Карл Лагерфельд, есть три вещи, которые никогда не выйдут из моды. Это белая рубашка, джинсы и жакет Шанель. Как можно шить своими руками без опыта подобный жакет люксового качества, именно так, как шили его во времена Габриэль Шанель, я расскажу на бесплатной лекции. Регистрируйтесь по ссылке ниже, и после регистрации вас ждет приятный подарок, который поможет вывести ваши изделия на новый, более качественный и люксовый уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова